Не секрет, что молодым специалистам по окончанию высшего или среднеспециального учебного заведения сложно найти работу. Сказывается отсутствие опыта и профессиональных навыков. Только по данным Центра занятости число ищущих работу приднестровцев в возрасте от 16 до 29 лет составляет около 40%. Ежегодно у нас регистрируется 200-230 человек, из них трудоустраивается 70-80 человек. Причем по специальности только 40%, где-то 20-25 человек трудоустраивается среди молодых специалистов. Президент Евгений Шевчук предлагает создать стимулирующие условия для предприятий, которые возьмут на работу студентов-очников и выпускников профессиональных учебных заведений. В законодательной инициативе говорится, если работодатель создаст для них дополнительные рабочие места, то сумма единого социального налога снизится в два раза с предусмотренных сейчас 24 до 12%. Также на рассмотрение парламента глава государства внес проект о внесении дополнения в закон ПМР о подоходном налоге с физических лиц. Положения документа направлены на оказание господдержки студентам, которые работают и при этом получают первое профессиональное образование на очном отделении. Для них предлагается снизить ставку подоходного налога с 15 до 5%. Единый социальный налог у нас уплачивает работодатель. То есть для работодателя это стимулирующий фактор приема на работу работников при сниженной ставке единого социального налога. Это снизит налоговую нагрузку на работодателя. Повысит занятость населения. То есть путем создания рабочих мест решаются как бы две проблемы. Путем уменьшения ставки единого социального налога с 24 до 18% предлагается решить и проблему трудоустройства тех, кто после длительного перерыва вновь желает работать. Таких граждан по подсчетам специалистов более половины от общего числа всех безработных. Принятие данных законопроектов позволит снизить уровень безработицы в республике, которая остро стоит в Приднестровье на сегодняшний день. Специалисты утверждают, принятие законопроектов не повлечет снижение налоговых поступлений во внебюджетные фонды, поскольку предусмотрено понижение ставок единого социального налога и одновременно создание дополнительных рабочих мест.